Первые минуты на уроке математики. Учитель объясняет тему, и дети полны сил и желания учиться. Вот только минусом нашлось место не только в учебниках. Занятия у учащихся второй смены третьей школы начинаются в 13.30. Ее ввели в учебном заведении из-за перезагрузки. Третья школа была построена в 1999 году. Тогда этот микрорайон только заселялся. Новостройки быстро разрослись. Пришлось открыть в нашей школе вторую смену. В нашей школе учатся дети только с территорией закрепленной администрации села за нашим образовательным учреждением. А это порядка 26 улиц, в том числе и несколько переулков. План разгрузки этой школы связывали с открытием новой, четвертой, которую в Кантышево ввели в строй 4 года назад. Новое учебное заведение тогда перешли больше 80 учеников. То есть проблему загруженности третьей школы это полностью не решило. В 2022 году по нашей инициативе мы написали письмо органам местного самоуправления в администрации нашего сельского поселения с просьбой передать одну из самую близорасположенную улицу в микроучасток четвертой школы. И администрации села издали соответствующий распорядительный акт, где улица Келлигово передана была в микроучасток четвертой школы, которая была ранее относилась к нашему микроучастку. И хоть на качество образования учащихся этой школы это никак не отразилось, дискомфорт все же создает. Так, сегодня в связи с поручением правительства Республики Ингушетии о переводе в общеобразовательных учреждений в одну смену, управлением образования совместно с местными властями ведется работа о пересмотре распределения микроучастков, относящихся к этим двум школам. В данном случае в сельском поселении Кантышево пять общеобразовательных учреждений. Одно учреждение, основное, контингент учащихся 3638 учащихся, дефицит 1268. Две смены в этом селе занимаются, две школы. А именно вторая и третья школы, кстати, в отличие от предыдущих двух, в четвертой школе «Недобор». Ее построили в рамках реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Учебное заведение рассчитано на 540 посадочных мест. Сейчас здесь обучается 503 ученика. В этом году мы отметили юбилейным сертификатом 500 нашего учащегося. Это была девочка с первого класса. В этом году мы набрали два новых первого класса, 45 учащихся во первых классах. Кроме того, за период летних каникул в нашу школу из других школ сельского поселения Кантышева перевелись 12 учащихся. За первые 12 дней с сентября зачислили еще 8 учащихся. Сегодня мы приняли заявление от родителей на зачисление в нашу школу еще четырех детей. Поэтому мы, имея вот этот запас посадочных мест, активно работаем с родительской общественностью, с тем, чтобы и наполняемость произошла на те положенные нам 540 посадочных мест. В этой части мы проводим большую работу. Родительские дни и открытых дверей, активное освещение жизни школы в социальных сетях. И не только. Руководство уделяет огромное внимание взаимосвязи с родителями. Сейчас учащихся встречают оснащенные всем необходимым учебные и компьютерные классы. Мы привыкли к тому, что за последними партами сидят те, кто не подготовил домашнее задание. В реальности же все совсем наоборот. Вот школьники, они с удовольствием слушают учителя. А вот парты, они пустуют по совсем иной причине и ждут тех, кто действительно хочет грызть гранит науки. Словом, таким условием рады и дети. Просторный актовый зал, а также кабинеты в неурочной деятельности. Учиться только в радость. Мы находимся в кабинете «Точка роста». Это кружок робототехника. Мы занимаемся созданием и программируем роботов. А сейчас я программирую робота на то, чтобы он двигался по кругу. Как тебе, в принципе, нравится здесь учиться? Вот эти возможности, которые создают вам? Да, очень интересно, все очень продумано, классно. В будущем очень будут востребованы технологии. Здесь дается ученикам возможность их изучать для работы в дальнейшем. Еще один плюс – модернизация привычных уроков с применением современного оборудования. В этом помещении мы готовим создать ресурс, где будут информационные центры, цифровая образовательная среда. Для того, чтобы создать этот кабинет, в этом году мы по нацпроекту образования получили большой комплект оборудования, в том числе современные ноутбуки российского производства, интерактивный комплекс, большие телевизоры, веб-камеры для проведения дистанционных занятий, для проведения вебинаров, различных конкурсов. В ближайшие дни мы ожидаем поставки мебели, которую мы уже заказали. И, скорее всего, со следующей недели мы сможем здесь проводить полноценные занятия. Образование – это фундамент будущего. И важно, чтобы каждый ребенок получал его в комфортных условиях. Сегодня власти региона делают все возможное для решения проблемы перезагруженности школ сельского поселения. Властями региона уже запланировано строительство новой школы. На месте старой первой, основной – общеобразовательной. Там тоже учатся в две смены. Она построена в 1954 году. В общем, теперь дети ждут изменений, которые должны благоприятно отразиться на их учебе. Руководством региона уделяется особое внимание образованию в республике. Ход проводимых работ держит на особом контроле и глава региона Махмуд Али Калиматов. Он не раз отмечал, главное в этом деле качество, ведь все делается для детей. Хавагагиева, Султан Могушков, Магаз, 24.